Друзья, всех приветствую! С вами Патрам Рауф и вы смотрите ежедневно обзор рынков, в течение которого мы разберем ситуацию на рынке Форекса, на рынке криптовалюты, также на рынке на фондовом рынке. Посмотрим, какие есть основные новости, календарь разберем. И, конечно же, на перемере MetaTrader посмотрим, какие есть возможности цели торговли внутри дня. И посмотрим, какие у нас были прогнозы, что случилось с рынками и что, возможно, будет в дальнейшем в течение дня произойти с ними. Как и вы, наверное, в курсе и, скорее всего, вы слышали еще, наверное, двумя неделями ранее информацию и новость о том, что Китай по факту ужесточает политику по отношению к игровой индустрии именно компьютерных игр. К сожалению, это давление снова начинается продолжаться, это давление в целом идет на весь сектор фондового рынка Китая. На хайотек очень сильно давит. Мы, кстати, его вчера разбирали, его индексы. А сегодня именно два, две акции и SPAC акции мы разберем. Можно посмотреть, что с ним происходит. 3% упали. Возможно, скорее всего, вы тоже торгуете, либо же каким-то образом в целом со SPAC акциями. Торгуйте с целью того, чтобы понять, что будет с ними дальше. Мы разберем, что с их графиками, что там происходит тоже. Как обычно, с фондового рынка США начнем. Посмотрим на индексы в целом и переходим уже к активам. Кстати, попросили в комментариях в прошлом обзоре о том, что мы разбирали еще и газ, натуральный газ. В общем, я его тоже разбираю сегодня. Так что посмотрите до конца, по факту, в середине программы, как закончим с акцией этих двух компаний игровых. И газ разберем, дальше перейдем к другим активам. Фондовый рынок США, как мы видим, со вчера зеленый. Как и мы предугадали, приблизительно восходящий тренд акции, индексов S&P 500 и Dow Jones, он был довольно в рамках определенной амплитуды, то есть он не очень сильно вырос, но определенно, конечно же, можно сказать, что максимум новый обновил, это S&P 500. И по факту передыдущий максимум, вчерашний, тоже сегодня сейчас обновляет. Но опять же, как и мы ранее сказали, это движение, по факту, для Dow Jones, он внутри канала и, конечно же, внутри канала и продолжается. На доллар он повлиял очень-очень, так скажем, довольно слабо. Ситуацию на индекс доллара сейчас тоже разберем. Как мы видим, со вчера, в общем, идея была в том, что по факту импульсивного снижения не будет по доллару очередного. Но, как мы видим, по факту, такого импульса не произошло. И сейчас просто снижение по итогам прорыва вот этой локальной поддержки довело цену к передыдущим поддержкам, то есть поддержкам с 15-го числа. Можно сказать, это минимум августовские. На самом деле, это не минимум августовские, но минимумы 13-го августа, то есть минимумы трехнедельные относительно. К этим минимумам мы приближаемся, то есть индекс доллара не приближается. Идея по факту вчера была в том, что цена, скорее всего, развернется вверх, исходя из этого укрепления, которое здесь произошло. Но, как вы уже понимаете, ниже 92.60-92.40, как и вчера говорили, в случае, если само упадет, то он упадет не ниже. То есть, если 92.60-92.40 прорвется, то, скорее всего, уже вот по поводу этого восходящего, умеренного такого роста, можно уже особо не считать, ни на него не делать никакие ставки. Как мы видим, цена пошла именно в эту сторону. Ближайший цель по индексу доллара, вот, 92.46 тестируется по факту, но берем в целом 40, пусть он тоже протестируется. Если этот тренд, эта тенденция в таком именно виде, то есть с такой амплитудой, без увеличения амплитуды, будет продолжаться и дальше цена будет прижиматься к 92.40, то, скорее всего, мы дальнейшее снижение тоже можем увидеть. Но, опять же, мы все понимаем, что рост сейчас на полном рынке, причина, по которой доллар падает, является очень сильно спекулятивной, очень сильно непонятной и очень такой опасной. Поэтому лучше все-таки, как и раньше мы делали, отталкиваться от должности. Должность приближается к максимумам историческим, и от которых он отбивался ранее. Амплитуда довольно такая умеренная, ретеста пока еще нет, но если импульсивный ретест произойдет, или же цена под этим сопротивлением развернется, под должность, скорее всего, уже можно на S&P не смотреть, просто начинать уже по доллару ланговать, как говорится, да. Поэтому обращайте внимание на эти факторы. По поводу акций тех двух компаний, о которых, кстати, я вам рассказал, как мы видим, на самом деле снижение довольно сильно. Геп открылся здесь по Тенценту. И, ну, мы видим, что он закрывается, но, опять же, насколько выше цена пойдет, тут тоже довольно вопрос, то есть момент под вопросом. Единственное, что можно взять отметку 59 в целом, отметку 59 пусть протестируется, в случае, если она протестируется импульсивно, то цена Sky все пойдет вниз. Но необходимо иметь в виду, что укрепление на 59 говорит о том, что 60 долларов тоже может протестироваться в будущем. Но пока еще этого нет. По поводу NetEase, тоже, кстати, обращайте внимание, по факту тут геп открылся, а гепы, когда открываются, зачастую они должны закрываться, вот каким-то образом. Но здесь движение очень-очень странное, потому что это просто спак-акция, это необычная акция, о них тоже, кстати, можете изучать в интернете. 92,80, 92, 91,60 диапазон, который должен пробиваться вверх. Но в целом, пока она не прорвалась вверх, можно не ждать дальнейшего роста. Китай в прошлой неделе, как мы в прошлом обзоре говорили, он начал немножко смягчить политику, вливать деньги, из-за чего индексы китайские начали расти в прошлой неделе. Ну, а сейчас в этой неделе снова все начинается, как говорится, ужесточаться. То есть определенный тренд он виден, то есть его видно. Спад китайских акций, рост американских акций, рост юаня, спад доллара. То есть вот приблизительный сценарий на этой неделе уже по факту можно догадаться, что можно. По поводу натурального газа просили тоже, кстати, дневной график, посмотрим, где наши уровни. Тут потенциал последующего роста есть, но смотрите, какая тут была консолидация историческая, и мы как раз в зоне этой консолидации находимся. Ситуация по газу, по нефти очень сильно сейчас зависит от ураганов, которые происходят на побережье США, там, где месторождения газовые и нефтяные. Ситуация может ухудшаться. Мы как раз в этом предупреждали еще месяц назад о том, что нефть все равно поддерживает что? Нефть все равно поддерживает погодные условия в США. То есть то, что надо будет ухудшаться, то, что предложение нефти будет снижаться, и, конечно, спрос на него будет расти, и этот фактор приведет к тому, что цена ворвется вверх. Тут немножко вот эта свеча смущается на дневном графике. На 15-минутном графике относительно разворот, он якобы есть, но давайте возьмем 4 доллара 20 центов для того, чтобы ориентироваться четче уже. Если эта отметка протестируется импульсивно, именно сейчас, именно в ближайшее время, то, скорее всего, дальше мы ждем роста или же приторможения вот этого снижения. Если цена будет к нему поджиматься, то это не очень хорошо. Это признает того, что цена может дальше спуститься вниз. Спекулятивно, чтобы сбросить всех быков, которые у нас заработали на этих погодных условиях, на этом хайпе, это возможно. То есть для того, чтобы просто сбросить всех покупателей, которые вошли в нефть, вошли в газ, именно учитывая, что будет такой хайп по погодным условиям. То есть это вероятность очень большая, это новость, о котором все услышали, и на котором все почти могли бы зарабатывать. Поэтому, скорее всего, ну, это вероятность есть, исходя из этой амплитуды, которая тут происходит, то есть накопление довольно сильное. Поэтому любой восходящий импульс, он очень опасный, лучше его не открывать по газу. А любой нисходящий, он как раз, импульс как раз вас, как раз вас увидит в том, что, скорее всего, в дальнейшем приторможение снижения будет, приторможение исходящего им тренда. А потом цена пойдет, скорее всего, на рост. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Начинаем разобрать наши любимые форекс-пады. Евро и фунт, как ими видим, продлили свой рост на почве спада, умеренного спада доллара США. Но доллар США, как ими объяснениями, приближаются уже к тому минимуму, историческому, с 15-го числа. Поэтому вероятность разворота есть. Амплитуда очень низкая. Возможно, будет в дальнейшем консолидация внизу, на дне рынка у доллара. То есть, вблизи этого минимума. Это приведет к тому, что и евро может немножко консолидироваться, начинать, а потом развернуться. И фунт тоже может немножко консолидироваться, а потом начинать снова снижаться. 1.38, как и, кстати, говорили, отметка, которая будет тестироваться по фунту. И 1.1820, который будет тестироваться по евро. Об этом, кстати, вчера тоже эти уровни мы давали. Целевые уровни. Дальше у нас австралиец. Как мы видим, тоже самая ситуация. Но максимум локальный прорван. Если цена вернется под него, то это будет не очень хорошо. Под нем, то это будет не очень хорошо. Пока цена над ней, это замечательно. Но эта свеча очень длинная, очень импульсивная. Поэтому ставить на него пока сейчас, ну, для того, чтобы продлить покупки, не очень хорошая идея. А новозеландец почти ситуация такая же. Я тут думаю, что тут даже клинок определенно рисуется. Поэтому лучше тут особо не думать. В покупках, скорее всего, очень сильный импульс. И этот импульс может заканчиваться в ближайшее время. Особенно мы видим, что в Биези находится противление. Довольно-таки исторически. По поводу золота и по поводу серебра. Защитные активы. Да, мы их называем защитные активы. Почему? Потому что они всегда идут на рост. Когда что-то не очень хорошо на фондовом рынке. Эта корреляция иногда теряется. Эта корреляция иногда из-за доллара тоже начинает меняться. То есть доллар начинает в открытую падать. И золото на этом начинает расти. И несмотря на то, что индексы фондовые растут, то золото тоже умеренно растет. Это, кстати, показывает относительно довольно такую хорошую силу золота в целом. Несмотря на то, что акции растут. И золото само по себе растет. Золото отбился, кстати, от вот этого сопротивления. И это, кстати, очень хороший знак. От этого уровня можно отталкиваться уже. Раньше у нас был уровень 1800. Сейчас уровень 1810. И в дальнейшем уже посмотреть, как будет тестироваться верхняя граница канала. 1820 протестируется импульсивно, а цена скорее всего развивается. Не протестируется импульсивно, а будут цены к нему поджиматься. То это признано того, что цена скорее всего пойдет выше. Или же импульс достигнет 1830, а затем цена может спуститься. Поэтому надо обращать внимание. И по поводу серебра ситуация тут немножко хуже. Почему? Потому что мы уже в районе локального сопротивления. Тут есть своего рода расширяющаяся формация, о которой, кстати, часто говорю. Лучшего времени его не торговать. Эта расширяющаяся формация говорит о том, что цена может пойти выше, вас обнадеживать. А потом пойти ниже, а потом начинать продавцов где-то здесь обнадеживать. А потом снова пойдет вверх. Вот. Вот это называется расширяющаяся формация. Время его формирования лучше ничего не делать. После рыбы. А по золоту не факт, что они начнутся тоже, кстати. Тоже есть перерассивка. Поэтому по поводу покупки золота сейчас, ну, увы, нет. По поводу нефти. Есть надежда, есть поджатие к локальному сопротивлению. Цена отбилась от поддержки вчера. И на дне укрепилась. Даша, скорее всего, мы ожидаем рост. Но единственное, что на сколько доллар будет еще падать. Тоже факт. То есть, если доллар будет падать нормально, то нефть тоже будет расти хорошо. А в целом все зависит от самой нефти. То есть, если даже акции начнут падать, а нефть начнет дальше, то есть нефть продолжит свой рост, то, скорее всего, доллар будет все равно под каким-то давлением. Все равно будет под давлением. А золото этим временем может расти. Поэтому обращайте внимание, все эти факторы должны якобы одновременно как-то действовать на ситуацию, в которой он ограничен. Кстати, по поводу биткоина, по поводу эфирма, завтра у нас тоже будут эфиры. Не пропускайте отдельные эфиры по биткоину, по эфирму. Сопротивление 48500 протестировалось, цена спустилась ниже. И Ethereum 3200. Тестировалось, цена идет вверх. Но амплитуда очень низкая. Опять же, мы говорили о том, что вот эта поддержка может протестироваться, но сейчас ситуация может как раз определить, как будет цена дальше двигаться. Если мы получим какие-то нисходящие импульсы, максимум до этой отметки, то это хороший признак, что цена, скорее всего, укрепится дальше этого биткоина. А по эфирму, приблизительно, ситуация тоже такая же. То есть, если мы получим какие-то импульсы большие здесь, нисходящие, красных свечей, медвежных свечей, то это хороший признак. Если мы их не получим, если получим снижение максимума постепенно, и поджатие вниз, то это может быть признак, потому что импульс последующий может быть еще глубже, до 3120 пойти. А у биткоина может вообще прорвать локальный минимум, пойти аж до 45 тысяч. Поэтому, если мы сейчас не получим эти нисходящие импульсы в районе этой поддержки, то потом, скорее всего, будет. Друзья, извините, пожалуйста, я забыл по поводу экономического календаря. Сегодня экономический календарь довольно богатый, но поскольку я разобрал, все относительно в пользу. Больше, наверное, все-таки, вот тут евро, количество безработных, тут дефицит уменьшается, это не очень хорошо. Это значит, что профицит увеличивается, значит, что безработных остановится больше. Это против евро за доллара. Напоминаю, индекс потребительских цен увеличивается. Скорее всего, в случае, если будет такая тенденция, то, скорее всего, будет хорошо. Для евро, но это все европейская сессия, это коррекционная сессия. Доллар может развернуться уже во время американской сессии. То есть, нужно на это тоже обращать внимание. ВВП Канады, который тоже повлияет по-своему на цену канадца, но на самом деле на цену канадца повлияет больше всего ценообразование нефти. Если нефть будет расти, то канадец тоже будет расти, а доллар канадец будет дальше падать. Индекс доверия потребителей, который будет у нас снижаться. Немножко мы видим, что информация против доллара США, но на самом деле, если на этой информации начнут акции падать, еще раз напоминаю, у Dow Jones есть к этому перерассылки. Если начнут падать, то, скорее всего, ситуация по доллару США будет у нас разворот. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Надеюсь, что вам понравилось. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Если есть еще какие-то другие активы, которые вы хотели тоже разобрать, укажите, я их разберу. Не забудьте на канал наш подписывайтесь. То есть уйма очень довольно много интересных видео, разных ресурсов, разных людей, разных аналитиков, которые вы, кстати, можете их просто море, вы можете их посмотреть и на них учиться. Не забудьте записываться на канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, какие обновления на нашем канале. Спасибо, что посмотрели. До следующей встречи, до завтра. Всем хорошей торговли. Пока-пока.